Руководитель страны подписал указ об утверждении концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан. Документ значим тем, что по итогам реализации заложенных в нем задач мы получим четкое видение демографического состояния и тенденций в нашей стране. А это важно при формировании долгосрочных программ развития с прицелом на потребности населения. Комментарии коллег раскроют детали. Вот карта страны. Можно лишь примерно рассказать, сколько человек, где проживает, сколько из них нуждается в адресной помощи, где какое количество рабочих мест нужно создать, сколько детей еще не ходят в садик и таковы необходимо построить, сколько уехали на заработки и сколько формируют основную рабочую силу страны. Это лишь несколько, только на вскидку пришедших на ум вопросов из целого масштабного ряда ответа, на которые даст уже сама перепись населения. Последняя перепись населения в Узбекистане проводилась 30 лет назад. И данные решения руководителя страны, я считаю, поистине историческим. Итоговые данные будут достоверным и актуальным источником информации о социальной ситуации. Сколько человек живет, мужчина и женщина, в каких условиях они живут, уровень здравоохранения, образования и многое другое. То есть обширный спектр данных, на основе которых будут строиться дальнейшие планы и корректироваться стратегии развития регионов и страны в целом. А еще это позволит более адресно ориентировать ход начатых колоссальных социальных леков. Итак, важность налицо. Это отмечалось и на 79-м заседании экономического совета Содружества независимых государств. Подготовка к проведению переписи населения в государствах СНГ началась. Определяются периоды. Азербайджан, Беларусь, Казахстан в этом году. Кыргызстан, Армения, Россия, Таджикистан, Украина в следующем. Мы и Туркменистан завершим этап. В нашей стране перепись пройдет впервые за новейшую историю. Конкретные цели комплексного социального и экономического развития требуют четких данных. Тем более, что за последние два года социальная ориентированность реформ в корне изменила демографическую картину Узбекистана. Учитывая все эти моменты, конечно, принимая во внимание поддержку ООН, Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года, руководитель страны подписал указ, закрепивший четкие шаги, которые необходимо предпринять до 2022 года, чтобы в итоге провести полную, точную и детальную перепись населения Узбекистана. В концепции реализации 8 глав, 29 пунктов, и каждый из них возлагает на ответственные структуры солидный перечень задач. Это создать оширение информационной базы для принятия демографической политики, принятие мер по укреплению здоровья населения, по улучшению положения женщин и детей, помощи семьям. Синдикативное планирование и подготовка краткосрочных, средних и долгосрочных программ и прогнозов развития инфраструктуры городов и населенных пунктов, размещению и использованию трудовых ресурсов, формирование и мониторинг национальной сели устойчивого развития. Понятно, что важнейшими в этом процессе будут именно вполне конкретные детали. Не просто на бланке отмечается гражданин, но где проживает, сколько лет, какое образование имеет, где работает, в каких условиях проживает и так далее. А еще речь идет о возможности проанализировать общую миграционную ситуацию и получить полноценную палитру, а также совокупную оценку объема рабочей силы, чтобы потом адресно создавать возможности для обеспечения ее занятостью. Министерство труда, органы труда очень даже заинтересованы в результатах планируемой переписи, так как если в каком-то регионе мы заметим и получим данные о незанятости женщин, будут приняты инвестиционные программы целенаправленно для обеспечения занятости именно этих женщин, девушек, то есть путем открытия швейных цехов или подобных производств, где переизбыток квалифицированной рабочей силы, возможно открытие каких-то промышленных малых зон. Параллельно решится еще одна важная задача – разобраться с жилым и нежилым фондом, чтобы понять, какие здания есть, какие пустуют, чтобы под нужды бизнеса отдать, какие непригодны уже стали и сколько людей живут в недостойных условиях, чтобы впоследствии помочь. То есть речь идет уже об обновлении кадастровой карты страны. По каждому региону конкретно можно изучить потребности нашей населения, где нужно построить социальные объекты, какие-то школы, больницы, садики. Мы можем определить новые экономические зоны или, исходя из потребностей нашей населения, индивидуальные дома можно построить. Это позволяет более адресно отнести к решению задачи социально-экономической развития страны. Утверждена указанная программа комплексных мер. По пунктной и с конкретными датами исполнения она включает все три этапа – организационно-правовые мероприятия, непосредственно сама подготовка и проведение переписи населения, а также подведение ее итогов. Первый этап – подготовительный, который будет продолжаться около трех лет. Второй этап – это основной этап проведения переписи населения из жилищного фонда, который планируется организовать и провести в 2022 году в течение 10-60 дней. Третий заключительный этап проведения планируется в течение трех лет. В результате будут подготовлены выходные данные, которые будут публиковаться по мере необходимости по запросам различных министерств и ведомств. А для того, чтобы все задачи были реализованы в срок, грамотно, словом «как полагается», будет создана Республиканская комиссия по оказанию содействия в проведении в 2022 году переписи населения. Среди ее задач – обеспечение своевременного и качественного выполнения всех предусмотренных мер, координация взаимодействия между уполномоченным органом и другими ответственными органами и структурами, осуществление контроля на всех этапах, рассмотрение приходящих предложений от территориальных комиссий, касающихся финансирования, создания благоприятных условий и укрепления материально-технической базы, организация привлечения физических и юридических лиц для участия в проведении переписи с решением вопросов оплаты их труда, выработка предложений по активизации и повышению эффективности сотрудничества с международными организациями. Что касается нормативной базы, уже до 1 июля этого года, как отмечается в документе, должен быть разработан и внесен в правительство проект закона о переписи населения. И вот еще. Предстоящая перепись должна стать переломным моментом для региона СНГ с точки зрения применения современных технологий. Если при предыдущем раунде все страны Содружества использовали бумажные переписные листы, то в предстоящих подсчетах будет внедряться и безбумажная технология, в том числе и у нас. В Министерстве по развитию информационной технологии и коммуникации возложена задача разработать единую информационную систему, обеспечивающую ввод, сбор, хранение и обработку данных. После переписи населения информационная система обрабатывает данные, и у нас появится интерактивная карта страны. Мы можем увидеть, какие ситуации, в частности, по образованию, по социальному защиту, по экономике, по инвестиции. Это весь комплекс будет указан в данной системе. Более того, информация по данным переписи будет использована для мониторинга целей устойчивого развития. Один из приоритетов цели устойчивого развития – это социальный рост. И главный принцип, чтобы никто не остался в стороне. В этом плане именно перепись населения позволяет увидеть, как улучшается ситуация, позволяет мониторить этот процесс. С Госкомстатом мы уже наладили и продолжим плодотворное партнерство. Наш фонд готов предоставить полную поддержку в грамотном, эффективном проведении переписи, разработать стратегию, сфокусировать финансирование. А по итогам анализа мы поможем заинтересованным министерствам, ведомствам, организациям понять, как работать с данными. Это действительно грандиозный национальный проект. Итак, задачи поставлены. По итогам реализации мы получим четкое представление о так называемых белых пятнах вопросах народа населения. То есть, в какой сфере есть проблемы, в каком регионе и даже селении необходимо наращивать участие, чтобы поднять уровень жизни, создать достойные условия. Более того, все эти моменты отразятся и в программах комплексного развития территории с упором на нужды, чаяния и потребности людей. А теперь заметьте, насколько все это созвучно с главной целью масштабных усилий государства. Сделать жизнь узбекистанцев лучше, краше, достойнее.